Казахстан Десять человек представились сотрудниками финансовой полиции. На вопрос журналистов о том, с чем связано вторжение, финполовцы заявили, обыск производится в рамках уголовного дела по отмыванию денег в отношении продюсерских центров «Панорама» и «Ракурс». Мы сразу же по прибытию сюда, им было доведено до известностей, что данные журналисты сейчас не имеют отношения никакого к данному ТО, что да, свое время работали. На вопрос о том, что находятся ли какие-то здесь оборудования или информация о ракурсе «Панорама», журналисты ответили, что здесь находятся только электричные вещи, но все равно финансовые полиции провели обыск. Следственное действие проводилось с санкцией прокуратуры Алматы. Вступить в диалог с журналистами финполовцы отказались. Из комнаты никого не выпускали, снимать происходящее на камеру запретили. Сами сотрудники финпола производили съемку, хотя и не получали на это разрешение от редакции. Как замечают очевидцы, обыск вообще отличался самыми разнообразными процессуальными нарушениями. Следователь Асель Капизова открыто демонстрировала свою зависимость от приказов сверху, постоянно советовалась и получала инструкции. Когда все наши возмущения о том, что их действия незаконные, наталкивались на их железобетонную инструкцию, вы можете обжаловать, вы можете обжаловать. И в принципе они оставили, можно так сказать, журналистов без принадлежности их профессиональной. После обыска сотрудники финансовой полиции изъяли стационарный компьютер, ноутбук, жесткие диски, камеру и даже принтер. Все оборудование являлось личной собственностью работников редакции. Напомним, не так давно представители российских правоохранительных органов произвели обыск в продюсерском центре, который готовил сюжеты для 16-12 в Москве. Полицейские даже не скрывали, что действовали по просьбе казахстанских властей. Тогда 12-часовой обыск закончился изъятием всех носителей информации. В данном случае ведь изымались те вещи, как даже мы говорили, причем тут видеокамера. Это видеокамера, личная собственность и видеокамеры. Никаких там информаций, ничего не содержится. Но все равно, как бы сказать, они изъяли. Это задача понятна, конечно, хотя и не расшифровывали. Задача их понятна, чтобы ликвидировать вот такое вот именно острово свободы слова, которое в основании есть у нас благодаря журналистам 16-12. Догадаться, кому нужны все эти обыски и для чего, нетрудно. Ведь 16-12 – одно из последних независимых СМИ Казахстана. А здесь, как известно, Рьяна борются со свободой слова и мысли. Канал 16-12 же никогда не идет на поводу властей и показывает иной взгляд на политическую ситуацию в стране.